Привет и добро пожаловать в очередной эпизод ХУТЯБЫРЬ! Путеводитель парней по осени. Какая ваша любимая осенняя традиция? Вот это моя. Это свечки. Мне нравятся запахи. Мне нравятся, как горят свечи. От этого просто становится уютней. Запахов есть тысячи. Все они есть в магазинах, но только четыре. Могут подойти настоящим мужчине. Красное дерево, кожа, табак и виски. Потому что каждый настоящий мужчина должен быть похож на Рона Свонсона. И я думаю, что мне действительно нравятся эти ароматы. Но мне не нравится, когда мне говорят, какие ароматы мне должны нравиться. Тем более в свечках. Но что если я сделаю свою свечку для настоящих мужчин? Чем она должна пахнуть? Какой запах может понравиться каждому мужчине во всем мире? И тут меня осенило. Пизда! Энтони, нет. Это серьезно, ненормально. Этот запах каждому мужчине нравится. И это правда. И это типа нормально. Для начала нам нужно взять воск. Мы отмеряем, сколько нам его нужно. Засыпая его в контейнер. Скипятите немного воды. Люблю крафтить. Теперь берем воск и помещаем его в кипящую воду в контейнере. О, она горячая. Ваш воск становится красивого цвета мочи. Отклеим липкую ленту и помещаем ее прямо в центр. Я знаю не только мужчин, которым нравится запах пизды. Геи-женщины, би-женщины, би-мужчины и пансексуалы. И обычные мужчины. За что их обычно угнетают. И сейчас тот момент, которого вы все так долго ждали. Я сделаю свечку запахом пизды. Ну что же он использует? Рыбу, дрожжи. Бросьте. Дилетанты. Вы потом скажете. Будут три источника запаха. Самое очевидное. Пот. Я собирал свой пот целую неделю. В эту маленькую милую бутылочку с Амазона. Две капли человеческого пота. Один, два. О. Я думаю, можно три. Второй запах я очень долго подбирал, так как не мог его разобрать. Но когда разобрал, то понял, что все правильно. Это запах... Металла. Я знаю, звучит безумно. Я прав, Фрэзн. Так, четыре капли металла. Вы можете купить его на эфирном масле. Из него же вы сможете сделать запах денег. И, наконец, самый важный аромат. Белое вино. Я знаю. Вы думаете, что это абсолютно сумасшествие, но это... Это белое вино. Пять капель. Раз, два, три, четыре, пять. Мне кажется, там теперь шесть. Знаете, эти конфеты Джелли Белли? Они сейчас еще по Гри Поттеру сделали. Эти Джелли Белли примерно такие на вкус. Из бы ничего писали, б***да. Теперь вы берете пи***да воск. И заливаете вашу формочку. Далее вы откладываете ее в сторону и ждете, пока она застынет. Как вещи нагреваются, так они могут и охлаждаться. И твердеть. Свеча... Свеча в смысле становится тяжелой. И... Это просто свеча. Срезаем фитиль. И теперь момент, которого все ждали... Да! Я сейчас нанюхаюсь этого и... Мне захочется посмотреть всю холостяшку. Я не знаю почему, но мне к этой свечке очень хочется купить хорошую бутылку шампанского. Если бы я мог придумать мне мыло и подарочный комплект на пару дней, я бы мог продавать их на ebay. Это отвратительно. Почему? Что из этого? Ты сам знаешь, что я ещё никогда не чувствую себя настолько самодостаточным, пока не почувствовал запах от своей домашней свечки. Симпатичный банк. Бро, бро, ты должен понюхать. Проклятая богом наука, я воссоздал часть человеческого тела. С одной из её функций. Я назвал её Франкингина. Это жесть как тупо. Это не тупо. Это жесть как тупо. Это отличное имя. Готовьтесь к моему следующему выпуску, хуйтябрь. Мы соберёмся сделать то, что сделает меня миллионером. Я потрачу всё на декоративные тыквы. Увидимся, ребят. Жмите лайк. А перевёл и озвучил виски. Ага.